Здравствуйте! В эфире программа «Восточный эспресс». Меня зовут Вадим Чен. Как обычно, в нашем выпуске «Два Шреда». Второй предназначен для китайцев, изучающих русский язык. А первый вы увидите прямо сейчас. Меня зовут Вадим. Я работаю на телевидении «Шифенхэ». Я изучаю русский язык в городском политехникуме. Меня зовут Валера. Я практикант на телевидении «Шифенхэ». Русский язык я изучаю в городском политехникуме. Меня зовут Вера. Я с недавнего была тоже на практике в отделе русскоязычных программ на телевидении «Города Шифенхэ». Я окончила Хилландианский университет в Харбине, но начинала изучать русский язык тоже в политехникуме «Шифенхэ». Ну вот, раз уж. Все мы трое. Починьте, а на окне сдах. Давайте поедем в родную школу и снова пройдем по ее коридорам и аудиториям. Коридора учебного заведения действовала как у самого очень длинные, а уроки необыкновенные мотовые. Но когда мы становимся старше, время и пространство в нашей памяти сверываются как шагриновая кора. Сденга в данном случае – растительная газета, где все мы в разное время публиковали свои первые опции. И вот в связи с этим мы задаемся вопросом. Зачем мы изучаем русский язык? Мне надо сначала получить дипломо. Потом я надеюсь найти работу в компании, которая занимается торговлей с Россией. Тогда и поеду туда. Я живу в России пять лет. Проехал ее всю – от Владивостока до Москвы. Помню и хорошие, и, скажем так, не очень приятные моменты. Я понимаю, что жизнь сложнее, чем о ней рассказывают учебники. Вот на этой романтической, можно сказать, сентиментальной ноте мы и закончим сегодняшний сюжет. Я надеюсь, что мои юные китайские друзья чаще будут принимать участие в наших программах. Очередной урок русского языка для китайцев. Со мной в студии, как обычно, Вера. Она поможет с переводом. Здравствуйте. Сегодняшняя тема – это выражение удивления. Сегодняшняя тема – это выражение китайского языка для китайского языка для китайского языка. Сначала посмотрите на сценировку. Вера, ты знаешь, почему я тебя сюда привел? Ну, понятия не имею. Ты собираешься купить свои подруги цветы и хочешь, чтобы я посоветовала какие? Правда? Боже мой! Ну, кто это делает? Я именно тебе и хочу подарить букет. Подумайте только, а по какому поводу? По какому поводу? Что тут удивительного? А если уж тебе обязательно нужен повод, вспомни, что у нас спать зима, а в это время так приятно видеть красивые цветы. Просто не верится. Ты, наверное, стихи пишешь тайком. Ну и ну. Я похож на поэта. Похож, похож. Ничего удивительного, что мои знакомые, когда видят тебя на экране, тоже сразу вспоминают какие-нибудь стихи. Надо же! Стихи-то хоть хорошие. Ладно, потом я тебе расскажу. Или давай сейчас. Только на ухо. Ого! Ну ты даешь! Молодец! Вот тебе за это самый красивый цветок! Удивление всегда внезапно. Поэтому люди, как правило, выпаливают те слова, которые им быстро приходят на ум. 通常人们表示驚訝,都是在非常突然的情况下. 所以,在说这些话的时候,都是一口气说出. чаще всего это междометия или приравненные к ним выражения. Например, Ого! Надо же! Боже мой! И многие другие. Уже изучены нами в прошлом уроке слова тоже могут пригодиться. Неужели? Правда? Не может быть! Бывают ситуации, когда говорящий только делает вид, что удивлен. Из вежливости. Например, если ваш собеседник утверждает, что на улице мороз, а ему совершенно не холодно. Вы можете сказать, подумать только. Или просто не вериться. 比如说,一个人一直在那街上很冷, а他却说一点都不冷. 这时候,我们可以对他说, подумайте多了,真不可思议. плюс他 не верится.简直不敢相信. Есть, конечно, не совсем уже формальные выражения, в которых прослеживается абсолютное равнодушие. Но это уже скорее сферы деловой переписки. Например, наша компания удивлена тем, что на наше письмо ответ до сих пор не получен. Прослушайте новые слова и выражения, а потом еще раз посмотрим инстинговку. Субтитры создавал DimaTorzok Надо же,真怪,真可惜. Боже мой,上帝啊! Подумать только. 真不可思议. Подумать только. 真不可思议. Просто не верится. 简直不敢相信. Просто не верится. 简直不敢相信. Вера, ты знаешь, почему я тебя сюда привел? Ну, понятия не имею. Ты собираешься купить свои подруги цветы и хочешь, чтобы я посоветовала какие? Правда? Боже мой! Ну, кто это так делает? Я именно тебе и хочу подарить букет. Подумайте только. А по какому поводу? Да никакого повода. Что тут удивительного? А если уж тебе обязательно нужен повод? Взпомни, что у нас пятна зима. А в это время так приятно видеть красивые цветы. Просто не верится. Ты, наверное, стихи пишешь тайком. Ну и ну. Я похож на поэта? Похож, похож. Ничего удивительного. Что мои знакомые, когда видят тебя на экране, тоже сразу вспоминают какие-нибудь стихи. Надо же! Стихи-то хоть хорошие? Ладно, потом я тебе расскажу. Или давай сейчас. Только на ухо. Ого. Ну ты даешь. Молодец. Вот тебе за это самый красивый цветок. На этом наш выпуск окончен. Я, Вадим Чэн, и мои коллеги желаем вам всего наилучшего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова